Девчонки, всем привет! И, пожалуйста, это мой канал. С вами Карина. И в сегодняшнем видео я хотела бы показать и разобрать мою косметику вместе с вами. Я, да, перехожу на свой стол. Здесь у меня тоже все перемывало. Даже вот здесь вот эти вот шкафчики. Да, у меня сейчас, кстати, ночь уже. И я вот вожусь с этим. Муж мне тут помогал открутить шкаф, вот один полку, потому что у меня там что-то не выдвигалось, не могла ничего вытащить. Здесь тоже, да, кольцо мое. А здесь тоже все разобрала. Наверное, три ящика, пока вот верхних не трогала. А вот эти нижние тоже помыла все, освободила, высыпала все наружу. Вот эти все контейнеры перемыла. И здесь что у меня? А, здесь у меня положила уже для ногтей, для гель-лаков кое-что. Маникюра, да, у меня нет, у меня поломали. Если потерялись ножницы, не могу сделать себе никак маникюр. Кисти, да, тоже еще не мыла. Ну, как бы, ладно, я их пока поставила. Главное, с виду все убрала. Немножечко здесь по-другому все сделала. Ну, то есть, так, кое-что, да. Появились новые две фигурки. Потом покажу как-нибудь во влоге или где-нибудь. И вот такая у меня здесь сейчас разруха. Я уже не знаю, чем мыть. Вернее, просто высыпала отовсюду косметику. Представляете, какая гора, да, здесь. Там кое-что новенькое и старенькое. И всякие упаковки от палеток тоже решила повыбрасывать. Бумага, влажные салфетки. Уксус даже взяла, потому что косметику все-таки надо протереть. Конечно же, здесь, да, у меня вот это протертое уже все. Кое-что из парфюма уже протерла. Кое-что новое еще. Потом все будем с вами вместе раскладывать и организовывать. И, кстати, мне кажется, у меня уже не хватает органайзеров. Надо будет все-таки докупать. Так что продолжайте смотреть, если вам это интересно. Средством для стекол начала протирать. Ну, конечно же, не внутри. То есть, нигде вот сами тени. А вот где зеркало, либо вот такие поверхности, на которых остаются какие-то отпечатки. Вот особенно на таких, на картонных, да, очень отпечатки остаются. На таких вот, то есть на блестящих стеклянных поверхностях. Так что, да, такой лайфхак. Скажите, чем вы пользуетесь, либо просто бумажкой. Влажными салфетками нет. Все-таки потому, что они как-то развозят, как будто бы какие-то следы, развозят вот эту грязь, какая-то липкость какая-то. В общем, вот это, мне кажется, самый такой удачный выбор у меня. Так, ну что, ребят, сегодня уже следующий день. Я вчера все-таки перемыла, протерла, вернее, всю косметику. Более-менее разобрала просто по контейнерам. То есть, раскидала, где у меня отдельно помады, где у меня бальзамы. Видите, да, сейчас? То есть, кое-что новенькое. То, что у меня вот в России. И справа видно, да, с России, то, что я покупала в Дьюти Фри, там. То есть, какие-то новиночки, которые я сейчас тестирую. Потом, чтобы в дальнейшем вам рассказать следующее, наверное, видео. И вот эта вот такая кучка. В принципе, еще не рассортировала все остальное. То есть, парфюм отдельно, да, положила. И сейчас, да, буду это все, наверное, даже не знаю, по какому принципу мне начать это все сортировать. Потому что либо то, что я использую каждый день, либо что я люблю. То есть, сейчас это все будем в процессе, да, в процессе организации. Будем вместе смотреть, как все получится. Итак, да, переместилась на столик, потому что не знаю, как встать-то. Приготовила сюда вот такую коробочку с бальзамами, которые, в принципе, наверное, у меня здесь и останутся. Я не знаю, как я их сложу, конечно, но пока что так. И сейчас бальзам, сами помадки буду убирать вот сюда. То есть, у меня было вот три органайзера, сейчас видно. И еще один, который я как бы еще не пользовалась. Ну, то есть, у меня так какой-то не могла тереть вот эти вот наклейки. Но вот здесь видно, что клей до сих пор остался. Ну, в общем, просто некуда складывать, поэтому будем сейчас убирать. У меня есть коллекция помад Кушанов от Сифора. Кто-то видели, я тоже снимала видео, кто смотрит, видели. Если нет, то найдите у меня. Летом, по-моему, я снимала. То есть, я их отдельно, конечно, ставлю вот в эту, в один маленький органайзер. То есть, чтобы они у меня все были как бы на виду. И все стояли вместе. Основные помады. То есть, я раньше складывала помады по принципу того, что, например, вот красные у меня стояли в одном органайзере. Потом же, опять же, это у меня все перестало умещаться. То есть, я смотрю, красная, не красная. Если красная, то тоже идет как бы в красную. Но вот это вот не совсем еще красная. Поэтому, да. То есть, какие-то розовые у меня вот отдельно идут, например, помады. Мюдовые я тоже отдельно ставила. И вот так я, в принципе, если не видно цвет, то я просто смотрю, красная, не красная как бы. И таким образом я продолжаю. Вот эти вот от Essence помады, они очень дешевые, но они такие классные. Нюдовые. Так, ну это вот пока в розовую уберу. Вот такие вот темные тоже. Как бы их я каждый день не использую, но я знаю, что они у меня есть. То есть, такие темные, какие-то фиолетовые, темно-баклажановые. И да, конечно, я их стараюсь выкладывать таким образом, чтобы я видела, какой цвет. Вот это сейчас моя, тоже одна из любимых. Такой цвет натурально-розовый, такой как пыльно-розовый. Обожаю его от Гош. Нюдовая. Тоже люблю эту. Наверное, все-таки мне нужно еще докупить вот таких же органайзеров, поэтому... Вчера муж увидел, сколько помад. Он говорит, ты что с ними делаешь? Это на целую роту. Ох, Инглот помада классная, но то ли доча открыла, то ли я ее так открыла, смотрите. Хотя она у меня еще достаточно новая. Темная. Классная. Вот это безумно нравится цвет. Это Дебора... Дебора Милана. Тоже, наверное, больше кмута поставлю. Красная. Вот видите, ребят, вот коралловую сейчас убираю, девчонки. Убираю и, опять же, не знаю, куда ее поставить. А вот в эту все-таки... Наверное, потом, когда буду пользоваться, буду смотреть, чем я чаще всего пользуюсь и переставлю сюда более, как бы, такие часто используемые. И потом вот мне девочка дарила, прислала посылку помадки новые. Вот еще не успела их использовать, поэтому я их, наверное, тоже сюда поставлю. Помнила, что у меня еще в сумке несколько помад новых блесков было. Принесла сюда и вот еще одну от Maybelline нашла. Такая она нюдово, такая золотистая. Ну все, вот эта вот у меня, как бы, заполнилась. Вот еще одна розовая. Окей, сюда тоже поставлю. Поменяю чуть-чуть. Так, одна упаковка у меня, получается, готова более-менее. Следующая из новенького тоже. Я, наверное, все, что новенькое у меня, я положу вот в этот органайзер, чтобы я просто знала, чем я сейчас пользоваться. И да, вот так. То есть здесь от Maybelline кое-что. Вот эти, то, что не новые, тоже пока что сюда временно убираю. И вот так вот. То есть вот у меня новые помады, которыми мне надо сейчас пользоваться и смотреть. Так, тоже пока здесь. Это к бальзамам у меня пойдет. Такие длинные помадки у меня остались. Куда мне длинные помады? Причем вот этими я двумя сейчас не пользуюсь. Они сушат губы. Вот эти от E.L.F. очень такие классные. От Maybelline стойкая, хорошая. И от Make Up For Ever, но она уже достаточно старая, поэтому надо посмотреть, она вообще не испортилась. Есть у меня от Ferrero Rocher, но здесь я уже чем-то запачкала. Они у меня, ну, наверное, вот так пускай лежат. Тоже куда-нибудь придумаю, куда поставить. И бальзамчики, да, бальзамы. Так как у меня они практически, они у меня, получается, все открыты, всеми пользуюсь. Ну, не то, что всеми, но как есть любимые, есть, которые еще не начала. Так что это не помада, это у меня пустая помада для бальзама, что бы хотелось сделать. Так что бальзамчики я, наверное, ничего разбирать не буду, пускай они у меня так, в принципе, и лежат в этой коробочке. Все, с помадами я разобралась. Сейчас я их уберу в комод. Так, ну и далее. Сейчас я как раз принесла такой вот чемоданчик, где у меня стояли, в принципе, все лаки. Потом я их постепенно начала переносить в такие коробочки, чтобы они у меня стояли тоже в комоде, потому что мне, ну, на самом деле удобнее, когда они у меня рядом со столом. Еще мне нужно просто некоторые лаки тоже повыбрасывать, поэтому я их пока все сюда поставлю, чтобы освободить вот этот органайзер. Может быть, я органайзер тоже буду держать с косметикой, если у меня где-то что-то не влезет куда-то. И теперь мне нужно просто разобрать. Да, здесь я кое-что уже поставила. Такие какие-то светлые цвета, более яркие. А более темные я, наверное, отдельно все-таки уберу. Кстати, вот эти коробочки от Ferrero Roche, они очень-очень удобные. То есть ими безумно удобно их использовать для хранения, не знаю, косметики, лаков, да, то есть каких-то мелочей. Поэтому конфеты сами не люблю, а покупала из-за коробочек. Да, такая вот логика. Комод Alex, который у меня находится с правой стороны от моего туалетного столика, моего рабочего стола, да, я положила вот в один ящик, который широкий, потому что есть здесь и узкие ящички, и широкие. То есть у меня получается, смотрите, я вам покажу. Вот у меня стол, да, то есть вот здесь у меня стул возле него стоит. И когда я сижу, делаю макияж, мне очень удобно выдвинуть вот этот ящик, вот именно вот этот вот широкий, и потому что здесь у меня стоят помады. То есть мне их очень хорошо получается все видно. Они, в принципе, у меня и до этого стояли в этом ящичке. Но сейчас немножечко по-другому сделала. Здесь у меня, то есть, самый большой органайзер получается, потом красные помады идут. Вот с той стороны у меня получается, вот, которые сифора, и, ну, которые не вместились просто. Новые помады тоже у меня вот здесь вот. Две коробки с лаками я поставила по бокам. То есть вот эти я, в принципе, не использую. Вот эти мне будет лучше видно. И длинные коробочки, как раз вот крышка от вот этой Феррера Роше, крышка, да, от коробки, я положила с длинными помадками как раз между. То есть они у меня даже и не двигаются никуда. Это очень так удобно. И, да, здесь порядок. Так, ну и далее, наверное, начинается самое сложное. Я начинаю все складывать вот в эти ящики, которые органайзеры для стола. И здесь у меня нужно сделать так, чтобы все было и под рукой, чем я обычно пользуюсь чаще всего. И чтобы мне было просто удобно это все доставать. Мои две любимые палетки от Too Faced. Я ими пользуюсь очень-очень часто. Я, наверное, их положу сюда, наверное, потому что я кое-что помню, как у меня было до этого, и мне это нравилось. Здесь фиксатор MAC для макияжа. Палетка Urban Decay. Положу ее тоже сюда, потому что, на самом деле, тоже люблю ее. Походные варианты у меня это Maybelline. Три палетки The Rock Nudes, The Blush Nudes и The Nudes. То есть это такие ежедневные палетки, которые у меня, в принципе, тоже в ходу. И, да, вот сюда прям, давайте, розовенькую наверх. Zoiva. Zoiva. Ну, не сказала бы, что пользуюсь часто, поэтому пока что не знаю. Здесь пока выглядят вот такие вот тени. Здесь куча разных. Брала не пользуюсь ею. На самом деле, Йоланда здесь что-то ей играла. Но забрала. Я ее уберу в другой ящичек. Так, тональные крема сразу убираю. Два от MAC. Пролон В с SPF. Два сюда. Тональные, да, наверное, мне тоже выбрать надо. Новый тональный. Базы, то есть базы, всякие капельки, которые для смешивания цветов. База. Тональные опять. Так, где еще? Еще базы. Вот эти вот коричневые и беленькие, это капельки для смешивания цветов тонального. То есть можно затемнить, можно посветлее сделать тон. Базы, всякие иллюминаторы. Так, ну что еще здесь? Хайлайтер в стике, который тоже вроде не туда не уберешь, а как бы пользуясь. То есть контур, мастер контур от Maybelline тоже сюда. Еще базу нашла. Так, мастер стробинг здесь. Помаду нашла еще, кстати. Видите, еще помаду нашла, не убрала. Помады пойдут. Вот, опять, двусторонний такой, как хайлайтер и, ну, в общем, высветлитель и бронзер, которым я практически не пользуюсь, но тоже здесь, пускай, лежит. Есть у меня еще яичко от Tony Moly. База. Отличная просто база. Затирка пор. Но вот я не знаю, оно лежало у меня вообще в ванной, то есть с другими яйцами, да, вот с такими. Сейчас их решила сюда положить, но не знаю, залезет, не залезет в стол. Так, пока что так. Наверное, пока я это отложу. Один ящичек я уже, в принципе, положила сюда. И, получается, нашла еще кое-что. Видите, я поставила, чтобы посмотреть, что я не доложила. Нашла еще тональная основа новая, которая тоже сюда пойдет, потому что я привыкла, что у меня тональные, они у меня все здесь. Опять база. Это Benefit. Ну, не база, как хайлайтер, база, как ее по-разному можно использовать. Еще один отель, фиксатор макияжа, но он мне не нравится. Ну, как бы, окей, иногда бывает, что пользуюсь очень редко. Пускай здесь в сторонке. То есть, когда мне, не знаю, куда засунуть, я пока, получается, ну, нахожу какое-нибудь местечко, а потом, конечно, он у меня переносится, ну, в более удобное, да. Также несколько консилеров здесь у меня, корректоры, консилеры. Тоже это все относится у меня к тональным, конечно же. Ну, и все, конечно, лежит тоже с этой стороны. И еще одна база, иллюминатор от L'Oreal. Такой порядок, то есть, базы, какие-то жидкие хайлайтеры, да, тени, которые я люблю, палетки. Наверное, палетки еще сюда доложу, посмотрим. Потому что я не все палетки разобрала, конечно, канальные. То есть, такое все. Я сейчас тоже переместила на стол кое-какую косметику. То есть, там у меня оставшиеся палетки, контурирующие, по-моему, палетки, пудры, румяна, то есть, такое, бронзеры, туши, да, потому что, ну, пока что не все перенесла. И сейчас вот это буду складывать вот, ну, в этот, следующий, да, ящик, следующий органайзер, который у меня. И да, палетку вот от Сифора с разными цветами. Я положила все-таки ее неправильно, не в тот ящик. И сейчас, да, я пока ее посмотрю, куда, в общем, пристрою, но здесь она мне что-то не нравится. То есть, такая какая-то странная палетка. Не знаю, куда засунуть. Итак, пудры, давайте, наверное, туши сначала. Туши у меня здесь будут лежать. Следующие у меня контурирующие палетки. Первая это Сифора. Следующая Гош, ну, здесь хайлайтер бронзер. Вот, да, и два продукта для бровей, ну, и тени. Ну, как бы такая универсальная палетка. В принципе, тоже могу сюда же ее отнести. Контурирующая с Алиэкспресс, которой я не пользуюсь. Ну, как палетка корректоров, да, она, по-моему, называется. Потом кремовые корректоры от Слик. Тоже, как бы, пробую-пробую, тоже еще не снимала. Anastasia Beverly Hills. Хайлайтеры Слик. Палетка Тине, опять же, Сифора, которой я, ну, очень редко пользуюсь. Где она? Вот. Такие цвета. Ну, цвета достаточно все шиммерные. И поэтому не на каждый день, конечно же. Палетка от Слик. Тоже собиралась сделать обзор. Но это достаточно такая летняя палетка. Очень яркие цвета. Обзор я так и пропустила, не сделала. Пишите в комментариях, хотите или нет. Ну, чтобы просто времени тратить. Либо на лето уже оставить. К лету ближе снять. Но пока держу в упаковке. То есть, да, чтобы показать потом. И кое-что вот бронзеры здесь еще. Хула. Такие скульпторы. Maybelline. Хула. Румяна. Пудры, да. То есть, мне сейчас надо с этим разобраться. Итак, контурирующие Anastasia Beverly Hills. Используюсь часто. Поэтому кладу сюда. Далее. Ну, в принципе, от Гош могу тоже сюда положить. Потому что она универсальная достаточно. Мастер контур. Тоже часто пользуюсь. А, не мастер контур. Мастер скульпт. Дальше от Inglot. Но он очень рыжит. Сильно рыжит. Поэтому на лето оставила он еще. И мало того, что он немного с шиммером. Но он как бы такой мягкий. Конечно, не супер такие большие блестки. Но все равно он очень теплый. Очень летний вариант. Поэтому тоже держу в упаковке. И не особо-то и пользуюсь. Не знаю, наверное, туда. Куда-нибудь в далекий угол. Контур. Корректоры от Aliexpress. Тоже так поиграться, когда. В принципе, тоже не выбрасываю. Ладно, пускай здесь будет. Хайлайтеры от Sleek. Кремовые хайлайтеры. И один сухой бронзер. Ну, на любителя, знаете, продукт. Тоже здесь пока. Как бы очень-очень редко пользуюсь. То есть палетка летняя от Sleek. Тоже сюда. Ну и, в принципе, кремовый корректор тоже сюда. И сухой, да. Сухая палетка. В принципе, пользуюсь. Потому что здесь и как пудра, и под глазки. То есть она напоминает. Мне вот даже по цветам напоминает Anastasia Beverly Hills. То есть пользуюсь, да, тоже время от времени. Далее палетка, которая у меня странная. Вот видите, она настолько странная, что я даже не знаю, куда ее делать. Пускай здесь пока. Два новых продукта от Givenchy и Метеориты Guerlain. Я их придумаю, конечно, и место. Буду держать, естественно, без коробок. Но так как собиралась снимать, поэтому отдельно все положила. Но, в общем, надо им все равно найти место как-то. Вместе они не помещаются. Пудра рассыпчатая от Radiant. Минеральная пудра от GOSH. Шарики румяна от Avon. Я не знаю, что с ними случилось. У них срок годности 2 года. Но у них какой-то такой странный запах. Поэтому, кто пользуется, напишите, это нормально для них такой запах или нет. Так, далее пудры, пудры. Тоже какой-то пудра, пудра как хайлайтер. Да. Все-таки мне не помещается как-то. В общем, скульптор, пудры. Скульптор, наверное, я тоже вот сюда. О, нашла место немножко. Так, далее остались у меня румяна. Где-то еще были румяна. А, еще Hulu. Hulu куда мне положить? О, влезла. Двое румян сюда. Нашла еще какие-то пудрочки. Румяна, бронзеры. Что это? Так, румяна тоже вот сюда. Пока такие маленькие бронзеры. То есть, минеральные от Everyday Minerals. Которые как бы... Которыми как бы пользуюсь, но не так часто. Ну, ладно. И румяна Radiant, которые у меня сейчас очень-очень любимые. Прям обожаю этот цвет. Такой очень натуральный. И на зиму прям самое такое красивое. Прям получается. Так, и сейчас я вижу, что мне некуда для бровей. Тоже, кстати, сюда можно положить. Кремовый румяна Color Tattoo от Maybelline. Кстати, цвет. Знаете, какой? Под номером Cream de Rose 91. Такой матовый бежевый цвет. Бежевато-розовый. Как цвет кожи, наверное. Просто безумно классные они. И я их использую как базу под тени. Мне кажется, это самая-самая крутая база под тени. И минеральные румянки маленькие. Которые тоже вроде как не нашла еще и места. Но... Да, тоже сюда пока что положу. Далее мне нужно все перенести сейчас. Пудры я все-таки перекладываю сюда. Чтобы они мне не так сильно мешались. И еще Inglot пигменты тоже здесь будут. Помадки для бровей. То есть средства для бровей. Пинцет. Помадка Anastasia Beverly Hills. Тушь для бровей от L'Oreal. От NYX. Тоже там тени и воск. Так, и чтобы не носить оставшуюся мелочь, я принесла все сюда. Вместе нашла то, что хайлайтер еще никуда не пристроила. Наверное сюда к румяным или куда. То есть не влазит. Ну ладно, пускай здесь пока что. Видите, вот мне уже здесь неудобно. Потому что уже сильно много нагружено всего. Все-таки мне нужны дополнительные какие-то коробочки. Чтобы складывать в комод. Но пока что коробок нет. Поэтому пока все сюда пытаюсь. От Inglot у меня здесь Duraline. Ну Duraline, Duraline. Ну сюда здесь в уголочек. База под тени тоже сюда пока что пойдет. Еще база под тени от Art Deco. Здесь тоже типа Duraline, только от ELF. Тени какие-то однушки. Вот не люблю однушки. За что? За то, что ты не знаешь куда их пристроить. Не пользуюсь вообще, не покупаю даже. Так, подводка от KIKO. Подводка от Maybelline. Тоже помадка для бровей от Inglot. Вот кстати, ею сейчас больше всего пользуюсь под номером 11. Просто обожаю ее. А далее Color Tattoo. Такие они как шиммером, да, получается. Сюда. И вот видите тени. Опять же у меня тени. Пигмент. Ну, пускай, я не знаю. Здесь сторонки пока. Подводка. И белый такой, как замазка. Белый тональный, белый корректор. Так, бальзам для губ здесь попался опять. И палетка одна от Sephora. Опять же, которую я не использую, но куда-то ее нужно деть. И да, палетку от Sephora, которую я очень редко использую, положу сюда, вот прям в следующий ящик, в смысле, на самый-самый низ. И чтобы мне ее просто не так было видно. На, то есть, как же это все уложить-то еще. Не так не помещается, не так не помещается. И вот эту вот Зоева сюда тоже не влазит. Ну, вот положу вниз под мои любимые палетки. Потому что я ее, в принципе, тоже люблю. Но, как бы, все-таки Too Faced чаще у меня в ходу. И яичко, да, тоже вместилось. Теперь зеркало, которое у меня, ну, такое, как бы, оно походный вариант. У меня, на самом деле, развалилась палетка. Тени отдала маме. А зеркало то, что нравится. И, в принципе, оно, да, тоже у меня пускай здесь будет. На видном месте. Далее у меня осталась какая-то мелочь, какие-то пробники и прочая ерунда. Ну, бьюти-блендер мне его помыть надо. Он, в принципе, у меня не здесь лежит, а в самом шкафчике. Но мне его нужно помыть, иначе он все пачкать начнет. Всякая мелочь, пробники, краски, какие-то, не знаю, точилки. То есть, все, что такое мелкое, куда я не знаю, куда деть. И, вроде как, иногда это мне нужно. Я оставляю просто в таком контейнере и убираю в комод Аликс. Так, девчонки, я уже убрала парфюм свой в одну полку. В принципе, мне пока что так удобно, но я хочу заказать себе специальный такой подносик для парфюмов. А здесь у меня такой новиночки. Туфельку я, наверное, все-таки на стол поставлю, но я жду поднос. Ну, вернее, жду. Я его нашла, нужно заказать. Есть кое-что из нового парфюма от мужа парфюм. Lancome, Lanuit Régor, как-то так, да, называется. Calvin Klein, это, по-моему, бешка вообще. Disquette, Coores, это я не помню, что Calvin Klein. Тоже новый. Yves Saint Laurent, Carolina Herrera. Кстати, дальше. Далее, вот в следующую полку лежат бальзамы для губ. А сюда же я положила вот такой контейнер со всякой мелочью, всякие пробники. Следующее отделение, как я вам и говорила, здесь у меня помады лежат. Кстати, когда двигаешь, то, что они не совсем плотно стоят здесь, ну, могут сдвигаться с места. Далее, следующий шкафчик, да. Давайте закрепляю камеру. Следующий шкафчик, здесь у меня упаковки. Пока что я их не выкинула, пока вот не сниму. Следующее видео с новинками косметики. А потом, конечно, это все выкину и кое-что переложу в этот, в эту коробочку из косметики. То, что буду по мере использования смотреть, то, что мне не совсем подходит, либо не хочу каждый день использовать. И вот здесь вот такая коробка, это от GOSH косметики. Ну, тоже кое-что из новинок, просто чтобы не растерять. Потом я, конечно, все переложу сюда новое для видео, то, что я собираю, да, чтобы все в куче было. Ну, пока что так. А вообще потом тоже, в принципе, как хорошая коробка, мне нравится, как идея для хранения чего-нибудь, да, подойдет. Ну, и следующий ящик, вот здесь это, как я уже показывала, здесь у меня для гель-лака, всякая штука, лампа, там, ну, всякие прибамбасы, да, для лака. И все, здесь комод. Все у меня, в принципе, с комодом. Нижний ящик вот здесь, ну, там ничего, в принципе, не изменилось. Там у меня косметички, переходник, ну, такой шнур-удлинитель. В принципе, такое, как бы, не совсем интересное. Ну, и первые три ящика. У меня здесь бижутерия какая-то, там, ну, такое, часы, там все такое. И здесь всякие коробки у меня от телефонов. И тоже дребедень, тоже надо разбирать. Итак, мой столик, да, там я, привет. А зеркало, стаканы с кистями, которые там, на самом деле, там половина мытых. Я вот увидела уже. А половину нужно, конечно, помыть, даже, наверное, большую половину. Зеркало, мой свет. Сейчас давайте посмотрим так, по-быстренькому, что же у меня там получилось в моих ящиках, да. Здесь, и так. Вот так все лежит. Конечно же, это очень-очень, очень компактно все, ну, вернее, очень много всего здесь. Конечно же, я это все переложу, когда докуплю еще дополнительные органайзеры. То есть, я хочу оставить в столе все самое необходимое. И, да, чтобы не мучиться, и быстро все, чтобы я находила, чтобы все было под рукой. Ну, и здесь, с этой стороны тоже, на самом деле, хочу оставить то, что мне нужно конкретно на каждый день. А все остальное тоже убрать куда-нибудь, ну, чуть-чуть подальше. О, девчонки, надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что вы были со мной. Вы досмотрели это видео до конца. Ставьте пальчик вверх. Пишите мне в комментариях, как вы организовываете свою косметику. Как вы боретесь с беспорядком косметики. Как часто ее перебираете. Или вы держите себе одну косметичку. Кстати, раньше у меня была одна маленькая косметичка. Да, наверное, как у всех нормальных людей. Сейчас же нет. Сейчас у меня вот такая куча. Ну, на самом деле, не такая уж и большая куча. Как бы больше, чем нужно, конечно, но все равно. Так что пишите, у кого косметичка одна, как вы считаете, лучше. Несколько продуктов, но которые вы используете. То есть у вас, если закончилась, не знаю, тушь или помада, вы идете, просто покупаете на замену что-то. Или вы тоже вот так копите и боретесь с беспорядком постоянно. И организовываете время от времени. Сейчас с вами хочу попрощаться. Спасибо огромное за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok